Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать хранение косметики еще в одном ящике моего комода. И сразу хочу предупредить, что ролик может получиться длинным, затянутым, и что я заранее ничего не убирала, не протирала. Вот как есть, так вам и показываю. И также напоминаю, что у меня комод из Икеи Алекс на 9 ящиков. И для меня минус этого комода в том, что ящики полностью не выдвигаются до конца. Вот ящик, которым будем смотреть. Я его до конца выдвинула. Но по этим палеткам можно увидеть, что, например, они полностью не видны. Видна лишь небольшая их часть, но при этом ящик дальше не выдвигается. И чтобы мне их извлечь, мне сначала нужно отсюда что-то достать. А если бы ящик выдвигался полностью, то я в любой момент могла бы просто брать любую палетку, ничего отсюда не убирая. Ну а давайте с вами начнем смотреть, что у меня здесь есть. И начну я с румян от Physician Formula. Они у меня вот в таком номере. На мой взгляд, подходят для светлой кожи только. Даже на моей коже они не особо-то и заметны. Дальше вам покажу... Вот так немножечко подвину. То, что у меня вот здесь. И вот здесь лежит. Начну я с палетки от Faberlic. Как-то она совсем недолго была в каталоге. Хотя, на мой взгляд, палетка удачная. Мне кажется, если бы она была на постоянной основе в каталоге, ее бы приобретали, заказывали бы. Она такая небольшая, компактная. У нее симпатичное оформление. Такая здесь информация. И оттенки тоже красивые. Здесь пудра, румяна и тени. Для меня эта пудра желтовата и темновата. И я думаю, когда у меня закончится вот этот светлый матовый оттенок, я буду эту пудру тоже использовать, чтобы зафиксировать базу от тени. Так, дальше вам покажу. Лежит у меня здесь палетка от Evelyn. В этой серии несколько палеток. У меня одна. Здесь уже надписи начали стираться. Такая информация. Такая гамма. Палетка от Revolution. Мне она приходила в подарок по какой-то акции. Такая здесь информация. В этой линейке тоже было несколько палеток. Вот так она выглядит. Девочки, палетки тоже ни снаружи, ни внутри не протирала. Вот как есть, так и показываю. Палетка от Essence. Палетки продавались отдельно. Тени тоже. То есть вы могли собрать палетку в тех оттенках, которые для вас наиболее актуальны или симпатичны. Вот так выглядит. Дальше покажу палетки от L'Oreal. Сейчас уже таких нет. Вот так выглядит. И тоже из этой же линеечки есть у меня вот такая палеточка. Девочки, я надеюсь, что вам видно, что я показываю. Я просто сижу сбоку, не особо вижу, что происходит на экране, потому что боюсь задеть штатив. У меня уже несколько раз он накренялся и даже один раз телефон вылетел. И плюс у меня скрипучий стул, поэтому я сижу, стараюсь прямо вот не шевелиться. Здесь у меня палетка от Catrice. Из этой линеечки это последняя палетка, которую я приобретала. И, возможно, потом я ее переложу в другой ящик, где у меня лежат остальные тени именно из этой линейки. Ну, я периодически в ящиках делаю перестановку какую-то, поэтому у меня периодически вот тени то здесь, то там, то по-другому как-то переложу. Вот так выглядит. Лежит тоже под рукой. Бывает, например, нужен оттенок, чтобы проработать складку века. И тогда можно взять удобно или зафиксировать базу, или просто подложку сделать, когда я делаю в такой какой-нибудь розовой гамме макияже. Дальше давайте вот здесь посмотрим. Здесь у меня румяна Tessence из лимитированной коллекции. И для меня они примечательны тем, что помимо того, что у них интересный, симпатичный оттенок, они еще сделаны не в виде шариков, а в виде таких, как гранул. Мне кажется, очень симпатичные и очень экономичные. Давно я ими пользуюсь, но, как вы видите, у меня их много. Также у меня здесь лежат палеточки. От Катрис. Такие малышечки. Чем-то они мне напоминают кредитные карты. Они такие тоненькие, небольшие. Объем здесь 5,2 грамма. Вот так выглядит симпатично. Единственное, тоже уже надписи потихонечку стираются. Я думаю, видно. И вот такая малышка. Палеточка от Ева Мозаик. Вот с таким названием. Вот так выглядит. Палетка от Wattenwild. Не очень тугая крышка. Очень тяжело открывается. Палетка от MyCup Revolution. Мне кажется, вот в свое время очень бюджетно они стоили. Чуть ли не по 100 рублей я палетки из этой серии заказывала. Сейчас, по-моему, такой линеечки уже нет. Ну и какие-то я по очень хорошим скидкам с Beauty Home приобретала. Здесь единственное, узкие рефилы и не каждая кисть подходит. То есть нужно подбирать кисть, чтобы вы при наборе не задевали другие оттенки. Так, дальше давайте посмотрим. У меня здесь однушечка от Estee Lauder. Это мне Лерочка дарила. И многие меня спрашивают, чем лично меня привлекает люкс. И хочу сказать, что в первую очередь меня люкс привлекает красивыми, качественными упаковками. Потому что я на упаковке обращаю внимание. Такая красота здесь. Палетка от Vivienne Sabo в номере 7-10. Сейчас таких нет уже, насколько я знаю. Здесь показано, как можно сделать макияж. Сама палеточка округлой, симпатичной такой формы. И тоже узкие рефилы. И не каждая кисть может подойти. Бронзер от Catrice из лимитированной коллекции. Приятный оттенок. Подходит для светлой кожи. И хорошенькая такая упаковка. Она, можно сказать, плоская. Не занимает много места. Палетка от Sleek. Здесь три оттенка теней и подводка. Палетка от Caroline. Мне ее Анечка дарила из Израиля. Посмотрим сейчас с вами. Вот такая палеточка. Вот так нажимаете, крышка открывается. Давайте покажу оттенки, какие здесь. Вот такая палеточка. Это палетка от Wattenwild. Из лимитированной коллекции. Я ее заказывала на Beauty Bay. Но потом она у нас продавалась в Золотом яблоке. Меня, конечно, в первую очередь привлек дизайн. Вот так она выглядит. Единственное, розочки уже немножко затерлись. Ну, мне такие оттенки нравятся. И я рада, что эта палетка есть в моей коллекции. Пудра от Faberlic, рассыпчатая. Мне она нравится. Это была лимитка. Но потом через какое-то время также была представлена в каталоге. Мне здесь нравится оформление. Я знаю, что не всем важна упаковка. Но я на упаковку обращаю внимание. И сама пудра мне тоже понравилась. Я считаю, что удачный продукт получился. Так. Переходим с вами к вот этой части. Палетка от Revolution. Вот с таким названием. Покажу. Вот так она выглядит. У меня еще проблема, что то, что я достаю из ящика, некуда складывать. Сейчас как-нибудь размещу. Боюсь, что съедет все со стола и упадет. Палетка. Также от MyCup Revolution шоколадка. Вот так она выглядит. Такие оттеночки. Вот сюда класть. Палетка от Revolution. У нее корпус такой матовый. Заляпывающийся. Девочка, у меня еще стул скрипучий. Поэтому тоже не обращайте внимания. Я уже и так стараюсь не шевелиться. Палетка от Revolution шла по какой-то акции в подарок. Такие оттенки. От Essence палеточка. Тоже часто к ней прибегаю. Потому что очень удачные оттенки. И базу зафиксировать. И складку века проработать. И затемнить край века. И вот этот оттеночек мне сам по себе нравится. Очень красиво смотрится. Тени, конечно, при наборе переносе полят. Ну, мне кажется, это прям удачная линейка была. Вот такая палеточка. Девочки, протру я сейчас немножечко вот здесь ватным диском. Какие-то блесточки у меня там. Бывает и оттеней какие-то видно. Что-то сыпется. Не обращайте внимания. Я потом влажной салфеточкой все протру. Такая палетка. Пишет мне телефон, что заряда аккумулятора мало осталось. Надеюсь, что ролик все-таки я досниму. Палетка от Vivienne Sabo. Мне кажется, она была эксклюзивно для золотого яблока выпущена. Вот Vivienne Sabo. Еще одна палетка. У меня тени с донышками. Большая часть хранится в отдельной коробке. Поэтому у меня вот есть еще из этой коллекции вторая палетка. Ну, там донышки. И она поэтому у меня в коробке хранится. Поэтому вы здесь не все тени увидите. Ну, потом я периодически перекладываю все. Палетка от Essence. Очень уж мне эта линейка нравилась. Ну, вообще, вот вся эта серия. Конечно, жалко, что ее прекратили выпускать. Вот думаю, откуда у меня тут блесток столько. Сейчас, девочки. Пока вам палетку показываю немножко. Хотя бы вот так в сторону. Вот, казалось бы, да, закрытые упаковки. Откуда все сыпется, непонятно. Это была лимитированная коллекция. Это палетка, в которую отдельно надо было приобретать тени. Ну, то есть, зато вы могли собрать палетку в тех оттенках, которые именно вам нравятся. То есть, здесь вынимается каждый оттеночек. Я сейчас не буду, чтобы вам время не терять. И это уже из основной коллекции. Отдельно вот такие палеточки продавались. И также вот тени. Можно было самим собрать. Те оттенки, которые наиболее для вас симпатичны. Сейчас еще тут блесточки. Вроде блестящего. Особо ничего нет. Какие-то прям мелкие блесточки присутствуют. Палетка от NYX. Это чуть ли не первое мое знакомство с NYX было. И, знаете, как-то, можно сказать, разочаровала меня палетка. Нет, понятное дело, что макияж можно любыми тенями сделать. Ну, от NYX как-то я большего ожидала. Особенно если учесть, что у них косметика все-таки не бюджетная. Так выглядит здесь очень маленькие рефильчики. Я палеткой пользуюсь, но в косметичке беру редко, потому что, например, сводчи очень неудобно показывать. Маленькие рефильчики, тени сыпучие. И при наборе переносе пылят. Некоторые оттенки надо наслаивать. Ну, пользуюсь. Дальше идут палетки от Sleek. Тоже здесь не все. Вернее, палетка, которая оригинал, она у меня в коробке лежит. Где тени затертые до дыр. Так выглядит. Девочки, я после каждого использования палетки не протираю, поэтому вот палетки выглядят не очень аккуратно. Ну, сама я как-то не заморачиваюсь сильно. Периодически, да, бывает, что я прямо протираю, красоту навожу. Ну, обычно, знаете, как макияж сделала, времени не так много, быстренько все убрала и побежала по своим делам. Вот такая палеточка от Sleek. Я смотрю, у меня уже складывать на столе некуда. Наверное, вот сюда пока буду класть. Мне главное вот эти, чтобы я могла достать спокойно. Так здесь мне не мешает. Вот такая палетка. На самом деле уже второй час сижу, этот ролик снимаю, потому что то штатив накоренится, то еще что-то. То отвлекут. И на самом деле вот уже второй час пошел, как я сижу, пытаюсь этот ролик заснять. Палетка из лимитированной коллекции от Sleek. Так выглядит. Тоже Sleek. Эта палетка мне в подарок. По-моему, по какой-то акции из Beauty Home приходила. Такая палетка от Sleek. Это не тестер. Это в свое время на Beauty Home был раздел для визажистов. И там можно было купить, например, сразу две палетки. По цене выгоднее, чем если бы я одну бы купила. Вот так палетка абсолютно новая приходила. То есть, ну и мне нравятся они здорово, что здесь вот приклеили картинку. Сразу можно понять, что это за палетка. Так, вот такая еще палеточка. Это тоже, я так понимаю, лимитка. Здесь 9 грамм в других палетках, по-моему. Ну, сколько у нас грамм. По-моему, 11 или 12 грамм в других палеточках. Вот такая палетка. Вот, я думаю, видно здесь, да, что получается 12 грамм. А в той лимитированные 9 грамм. Хотя по размеру палетки одинаковые. Девочки, покажу. Вот такая красота. Давайте я, наверное, вот хотя бы палетки от Слик попробую быстренько-быстренько обратно поставить. Потому что у меня на столе уже нет места. Девочки, я думаю, да, видно вот от теней какие-то сапашки. Давайте я сейчас вот так быстренько протру. Я, конечно, извиняюсь, что я заранее, может, что-то не помыла, не убрала. Но вот она. Правда, жизни все как есть. Быстренько поставлю. Главное, ничего не разбить. И мы с вами будем смотреть на второй ряд. Так, а здесь у меня вот эта, наверное, палубочка. Так, и какие-нибудь еще поставлю. Ладно. Вот будем смотреть с вами вот эту красоту. Палетка от Революшн. Такая гамма. Такая бежная достаточно. Так, куда бы мне. Наверное, я пока буду сюда все сдвигать. Обидно будет, если что-то съедет и разогнется. Я буду вот сюда складывать. Вот такая палетка от Революшн. Такая. Ну, а потом, конечно, еще много времени уйдет, чтобы все это обратно расставить. Вот такая красотка. Видите, как здорово сделано. Главное, потом не забыть, как у меня все лежало. А то бывает, все влезает, потом ролик снимешь и почему-то уже не умещается ничего обратно. Вот такая шоколадка. Ну, и не забыть, какая коробочка. От чего. Вот так выглядит. Вот такая. Девочки, надеюсь, я в кадр хоть показываю. Потому что мне тут сбоку прям надо сильно наклоняться вперед, чтобы посмотреть, что там в экране видно. А так как у меня очень скрипучий стул, и я ногой еще боюсь и штатив задеть, то я стараюсь не шевелиться и туда не тянуться. Вот так вот. Такая красотка. Вот такая. Немножечко осталось. Вот такая. Главное, чтобы не упало ничего. Так, тоже была целая серия таких палеток. Здесь, видите, как будто три маленькие палеточки собраны. Такая палетка. Так, мы уже с вами на финишной прямой. Ой, у меня уже все съезжает. Сейчас, девочки, соображу, куда положить добро. Девочки, я надеюсь, вы не обращаете внимания на какие-то крошки. А то мне, когда я в предыдущий раз ящик показывала, одна девушка написала, что я свинья. Ну, я могу только за девушку порадоваться, что у нее в косметике идеальный порядок и чистота. У меня после того, как я ящики мою, тоже красиво, чисто, но я всем активно пользуюсь. И через некоторое время, да, какие-то блесточки, может даже с упаковок, какие-то крошечки, да, присутствуют. Каждый день я ящики не мою, у меня не столько свободного времени. Ну, вот, показываю, как есть. Можно было, конечно, прям перемыть все ящики перед роликом, знаете, прям все идеально разложить. Посмотрите, как у меня красиво. Ну, вот у меня, как есть, вот так, да, у меня. Так вам и показываю. Конечно, я периодически все протираю. Ну, вот сейчас именно так, как вот есть. Причем, знаете, самое интересное, ящик помоешь, и бывает, что уже даже на следующий день какие-то вот, да, крошечки присутствуют. Такая палеточка. Так. Ой, девочки, если бы вы мой стол видели. Такая гора, я еще удивляюсь, но палетки, получается, на клавиатуре лежат, что у меня компьютер включен, и что от того, что давление на клавиатуру, пока монитор не включился, как бы. Ну, я не могу вам показать, потому что штатив боюсь трогать. Так, вот такая здесь палеточка. Палеточка. Это все бюджетная серия. Ну, по крайней мере, когда я начинала заказывать косметику от Makeup Revolution, многое вот в районе 100 рублей стоило. Матовые оттенки, красивые. Просто у меня до некоторых палеток пока не доходят руки, то есть я, ну, больше пользуюсь какими-то другими палетками, которые вот у меня до дыр, например, затерты. Ну, и когда какие-нибудь из тех палеток закончатся, то буду активно эти использовать. И вот такая мини-шоколадочка. Я сейчас как раз вот достану вот эти все тени, влажной салфеточкой пройдусь по всему ящику, все чистенько, хорошо протру, и потом уже все тени сложу. Поэтому не переживайте, кто видит что-то неидеальное. Мне главное, чтобы сама косметика вся была чистенькая, хорошенькая, нормально хранилась. Девочки, и вот так мы с вами посмотрели еще один шкаф, вернее, ящик комода. Вот так у меня все хранится. Кому-то может показаться, что слишком как-то все навалено, неудобно. Но мне удобно, плюс я периодически какие-то перестановки делаю. Даже уже в том ящике, где я вам показывала косметику, уже там кое-какие небольшие изменения. В ящике стола, который я вам показывала, тоже какие-то изменения присутствуют. Поэтому у меня вот периодически я как бы все время в поиске чего-то более идеального, и поэтому у меня все меняется. И я сейчас буду все вот это вынимать, протирать весь ящик. Вот как раз отличный повод его помыть немножечко, потом все сложу. Но с вами буду на этом уже прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо, что выдержали такой длинный ролик. Надеюсь, что вы не заскучали, не утомила я вас сильно. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok